всем привет с вами максим и вы смотрите вторую часть о барабанных лайфхаках в этой части вы узнаете как правильно выбрать и купить барабанные палочки еще я расскажу вам о лишней вибрации и о шуме который мешает соседям а также вы узнаете много другого интересного так что смотрим поговорим о весе и вибрации эта модель рамы еще и самая легкая поэтому очень хорошо качается и вибрирует при игре и и легко сдвинуть если случайно заденешь чтобы рам не съезжала с места установки не только моя рама не любая ваша я предлагаю закрепить центральные ножки я долго думал чем же можно закрепить зафиксировать искал смотрел долго думал на работе искала какие-нибудь подходящие кольца полукольца нужные высоты и диаметра думал обратиться к токарю чтобы он не выточил фланцы но решение оказалось куда проще дешевле быстрее и очень эффективным и функциональным у вас у всех дома есть сборная мебель и после сборки в комплекте остаются куча всякого крепежа винтиков крючков и разные фурнитуры так вот берем из-за резерва 8 таких вот креплений для полок откусываем у них вот этот верхний шток остриё у нас остается идеальный незаметный плавный гладкий уголок с ушком крепления который мы фиксируем наши центральные ножки рамы я зафиксировал их крест-накрест и прикрутил саморезами теперь ваша рама никуда не уедет еще что касаемо расположение элементов стула ножик рамы стойких это и так далее если ваша установка стоит на специальном рабочем подиуме или части квартиры например если вы пылесосите рабочее пространство выбираете ли двигаете элементы вашей электронной или акустической ударной установки чтобы потом не угадывать не уставляю все по новой чтобы не портить покрытие если установка стоит на ковре или ламинате для быстроты я предлагаю ставить метки специальным маркером по ткани который легко смывается водкой или спиртом и выставить метки малярным скотчем при таких метках вы всегда быстро и легко вернете на место все что было подвинуто или снято что касается вибраций все без исключения рамы качаются при игре и передают вибрацию если у вас нет подиума то эта фишка немного вам поможет вот прям чуть-чуть но вот чем действительно поможет так это увеличит вес рамы уменьшит ее расканчивание и уменьшит вибрацию передаваемую в пол и парами не буду вас долго мучить раскрою эту секретную тайну который кстати знают все аудиофилы но это те которые тащат розетку отдельным кабелем аж самой электростанции до своего усилителя в миллион рублей уверяет что последний метр медного кабеля питания решает все использует толстые как удав межблочные аудиокабели кладут их на специальные деревянные подставки из благородных пород красного дерева потому что именно на таком расстоянии от пола электронный сигнал испытывает наименьшее проводниковое сопротивление да еще мажут провода лыжной мазью опять же для лучшей проходимости и на меньшего сопротивления приводника и что лампа это как секс живой женщиной а транзистор секс резиновой женщиной кажется и отвлекся так о чем мы говорили то вы мне не напомните ах да вспомнил спасибо спасибо можете не напоминать ну так вот аудиофилы любители хай фай хайн аппаратуры используют такую фишку они засыпают мелкий песок или дробь в ножки стоек под колонки или даже некоторых моделях колонок над ней сделан специальный лоток под песок вертикальные ножки своей рамы я засыпал мелкий очищенный песок для аквариумов вот такой вот песок можно взять и более крупную фракцию я купил по объявлению навито 2 5 литровой бутылки в итоге на 4 стойки мне ушла одна целая бутылка брала их давно около 100 200 рублей за бутылку а так можно купить и в зоомагазине и навито тоже думаю продаются при заполнении стоек вес рамы существенно увеличился и она стала более устойчивой рекомендую вам так сделать можно конечно засыпать песок и в горизонтальные соединительные трубы но тогда их нужно глушить по бокам иначе песок будет высыпаться через центровочное отверстие в трубах я этого делать не стал вообще самое идеальное решение при установке и расположении электронных барабанов это конечно же специальный виброгасящий подиум на теннисных мячиках вот мой подиум я его сделал сам планирую сделать отдельный выпуск про то как в домашних условиях сделать подиум подписывайтесь на канал жмите на колокольчик чтобы не пропустить выход серии про подиум наконец поговорим о барабанных палочках ведь какая бы у вас не была ударная установка хоть самодельный из пластиковых ветер играть на ней нужно барабанными палочками я не буду сейчас говорить о модели палочек видов наконечников головок это все вода самое главное не в этом потому как палочки нужно покупать также как картошку с яблоками на вес да да именно палочка главное их вес и ровность обе палочки должны весить одинаково плюс-минус полграмма и быть ровными они такими к примеру эти палочки у меня появились самом начале увлечения ударными я еще не знал всех премудростей одна палочка нас весит 64 с половиной грамма другая 69 разница на лицо вес палочек важен потому как во время игры ваши палочки могут меняться руками и при игре вы не должны ощущать разницы весе и вас ничто не должно отвлекать то же самое касается и ровности палочек если у вас одна палочка ровная а другая кривая как ветка то из этого мало хорошего выйдет это в первую очередь сказывается на ощущениях при игре и многом другом поэтому всем советую за палочками ходить с весами у меня вот такие вот весы starwind самые простые city link брала их за 600 рублей сейчас они продаются со скидкой за 440 рублей ссылка будет в описании рекомендую брать весы с ценой деления в 0,1 одну десятую грамма много весов идут с делением в один грамм это не очень хорошо потому как одна палочка может весить примеру 52 и 2 грамма другая 52 и 8 и в какую сторону округляют весы непонятно то есть по факту вам может показать вес 52 и 53 грамма один грамм уже ощущается развешивание руками при покупке палочек я заметил что производитель стандарт разниц веса может доходить и до 2-3 грамм кстати я предпочитаю палочки фирмы промар мне нравится этот производитель даже они грешат разницы весе у меня все мои палочки идеально подобраны по весу в ноль ибо разница в 0 1 0 3 грамма максимум вот посмотрите на веса мои палочки 49 и 3 грамма 49 и 3 грамма обе палочки одинаковые и обязательно катайте ваши палочки потому как это тоже важный момент да вот хочу рассказать еще об одном моменте при покупке палочек кто-то из вас назовет меня замороченным ботаником но барабанное мастерство не терпит неточности для нас важна самая мелкая деталь так вот при выборе палочек обращайте внимание еще и на и диаметр я хожу в магазин не только с весами и со штангель циркулем чтобы померить диаметр палочки при выборе палочек прежде все надеешься на тактильное ощущение но после пяти минут выбора стоя в душном магазине эти ощущения притупляются поэтому чтобы сразу отбросить эту погрешность ходите со штангелем и с весами вы спросите зачем мерить диаметр палочки опять же производитель допускает погрешность весе и диаметре например у меня есть палочки промарк ребаун 5 а по информации с упаковки они в диаметре 14 4 миллиметра на самом деле 14 7 к примеру палочки 5 б идут обычно диаметром 15 миллиметров на деле отклонения могут быть в большую сторону до 15 3 миллиметра а мне такими толстыми палочками уже не так удобно играть также и с классическими 5 а они в диаметре 14 миллиметров но могут быть от 13 8 и до 14 2 миллиметров а 13 8 миллиметра это уже что-то среднее между 7 а и 5 а вот такая вот история судите сами думаю что если вы сейчас померите вес и диаметр ваших палочек обязательно будут отклонения в одном из параметров так что решать вам довериться собственным ощущениям либо точным прибором погнали дальше сотрудник редкий вид барабанных палочек а точнее не часто используемые палочки фетровые колотушки для разгона тарелок я себя недавно приобрел вот такие вот точнее вот такие мне они показались немного жестковатыми захотелось еще более мягкого звука при ударе еще слышал про подобные колотушки что со временем они начинают лохматиться видимо от постоянного трения в сумке для палочек перекладывания их и цепления за разные предметы либо некачественный волок или фетр используется при изготовлении так вот чтобы придать мягкости головкам я обтянул сверху войлоком и фетром вот вы на фото можете сейчас видеть сначала я вырезал из мягкого войлока первый слой этот войлок я купил в магазине ткани для мебели второй верхний слой я взял от фетрового ванного коврика вырезал круг разделил его на две части обтянул и обшил сверху случились вот такие вот мягкие долговечные колотушки что еще хотел добавить по теме барабанных палочек я хочу спросить у вас когда вы играете какой-нибудь концерт и вдруг у вас ломается одна палочка или например вы меняете палочки 5 б на 5 а или 5 б н с нейлоновой головкой в прерыве между песнями как вы их отличаете когда они у вас лежат в сумке чехле подвешены на томе наверное кто-то их раскладывают в определенном порядке или вытаскивает и смотрит на название на самой палочки кто-то еще как-то очень интересно узнать расскажите об этом комментариях под этим видео так вот я хочу предложить вам очень эффективный и быстрый способ определить какую пару палок вам нужно достать я маркером на торцах своих палочек нанес обозначение когда они все вместе лежат в сумке я сразу вижу какие палочки мне нужны например палочки 5 а и 5 б я маркирую буквами а и б вот эта палочка 5 а палочки с нейлоновой головкой черточка с точкой на конце еще мне нравятся палочки со смещенным балансом назад их маркирую латинскими р а что обозначает ребаунта дубовые палочки а так 5 а маркирую жирной точкой палочки форвард с балансом вперед буквой f вам тоже советую применять подобную маркировку думаю каждый придумает свои обозначения обязательно напишите об этом в комментариях все мы репетируем с группы и когда мы барабанщики приходим на реп базы зачастую барабаны расстроены нет времени их настраивать обычные томы и малые барабаны дают много обертонов прямо гудят на этот случай я предлагаю быстрое и довольно эффективное решение носить с собой мунгель для демпфирования а точнее чтобы не тратить деньги на настоящий я предлагаю использовать дешевый вариант с алиэкспресса вот такие вот гелевые наклейки я купил еще за 50 рублей ссылка будет в описании что хорошо в них так это верхний нелипкий слой сверху не будет приобреляться грязь этот гель многоразовый после репы вы можете его отклеить использовать следующий раз для подобные гель хорошая замена мунгелю так что его можно использовать и на своей студии а вот интересно кто как хранит барабанной палочки электронную данной установки кто-то хранит их на малом барабане кто-то кладет на полку кто-то в сумке или барабанных палочек кто-то делает держатели из пластиковой бутылки я храню свои барабанные палочки сумки привязанные к стулу и хочу предложить вам еще один отличный вариант куда можно складывать и хранить ваши барабанные палочки вот такой вот крепеж из широкой термоусадки термоусадка продается на рынках и в магазинах электрики вы можете найти абсолютно разные цвета но чаще это черный зеленый желтый и синий один конец термоусадки нагреваем строительным фирмом или над газовой плитой и усаживаем его до нужного диаметра и стягиваем его кабельной стяжкой потом получившимся цилиндре делаем две прорези продеваем через них кабельную стяжку перекидываем вокруг ножки и фиксируем нужную длину и угол наклона нас получается простой аккуратный и функциональный держатель для палочек а на этом вторая часть видео барабанных лайфхаках подошла концу надеюсь темы о которых я рассказал вам второй части были интересны вам вы с удовольствием будете смотреть третью часть и которая появится здесь вот по этой ссылке в этом прямоугольнике так что ждите третью часть переходите по ссылке смотрите с удовольствием видео о барабанных лайфхаках всем пока а и Продолжение следует...